Поливать или не поливать растения водой после мытья и варки круп? Здравствуйте, друзья! С вами канал Процветок, где только проверенные факты о том, как сделать наши любимые растения еще и счастливыми. И сегодня мы разберем, сколько правды и сколько вымысла скрывается в статьях, призывающих использовать для полива растений в воду после мытья круп, фруктов, овощей, а также после варки всего этого. Первое. Откуда вообще все это пошло? Зачем маяться на первый взгляд глупостями? Сохранять воду после круп? Почему ее просто не слить в канализацию? На самом деле в интернете по этому поводу миллионы статей. Только ленивый сайт не перепечатал такие призывы по сто пятьсот раз. Но самое интересное, что всегда под водой от круп подразумевается рисовая вода, то есть после риса. Практически всегда. Даже если пытаться найти информацию о пользе воды после гречки, нам дают информацию о рисе. И на самом деле кроме рекламных и развлекательных статей можно найти вполне научные статьи даже в мировых изданиях о пользе, еще раз отмечу, рисовой воды для всего этого в качестве удобрения. И в этих научных статьях говорится вполне достоверно о составе такого удобрения. Да, количество основных элементов, таких как фосфор, калий, кальций и даже азот, реально приближается к минеральным формам. То есть таким бесплатным образом мы якобы можем получить реальное удобрение. Да, а там еще и практически все микроэлементы, также и витамины, которые растения очень хорошо усваивают своими корнями. Вообще существует множество различных видов риса и все они содержат множество питательных веществ. Это такие вещества как витамины групп В, витамин С, Е, магний, железо, селен, аминокислоты и многое другое. Рисовая вода содержит часть витаминов и минералов, содержащихся в самом зерне, а также богата крахмалом. Существуют исследования, которые показывают рис при мытье с замачиванием может терять больше 20% кальция, 30% сырой клетчатки, больше 40% калия, фосфора, железа и до 70% жиров и магния. В результате конечно же в рисе, который мы употребляем в пищу, становится меньше всего этого полезного. Но зато в воде, после варки, после мойки, все это становится очень ценным удобрением. Исследования показали, что такая рисовая вода усиливает рост и улучшает питание многих растений, включая декоративные, там на подоконнике, цветочки, даже суккуленты, а также на грядках помидоры, салат, перец и чеснок, и даже используется для выращивания грибов. Это не просто садоводческий миф. Более того, натуральная и питательная рисовая вода может быть использована в косметических целях, для роста волос, для оздоровления кожи. Косметологи в азиатских странах сплошь и рядом используют рисовую воду именно в этих целях. Да, это та самая белая мутная вода, которую вы получаете после ополаскивания или замачивания в ней риса. Чтобы получить рисовую воду, вам не нужно ничего делать, кроме как собрать воду после мытья риса и не выбрасывать ее. Но что не так с этой информацией? И вот, как оказалось, все эти научные данные родом именно из Юго-Восточной Азии и более всего из Индонезии. Там рис всегда являлся основной культурой в питании. Но только рис там не тот, что у нас. Он полноценный, не пропаренный, не шлифованный, а в оболочке. Именно той, которая и содержит в большом количестве все эти элементы. Наш рис в магазине, по сути дела, является просто источником крахмала и быстрых углеводов других. Если конечно же вы не покупаете именно рис в оболочке. Вот примерно такой. И теперь картина складывается. Статьи по повторному использованию бытовой воды пришли к нам из Европы и Штатов, где они хорошо вписались в политику экономии. Все использовать повторно. Это нормальный девиз любого цивилизованного общества. Ну а воду после мытья тем более. И тут как нельзя кстати подвернулись исследования о абсолютной пользе рисовой воды, которая пришли из Индонезии. Где такая вот вода чуть ли не в промышленных масштабах сливалась без дела. Просто в промышленных масштабах при производстве крупы. Итак, что же мы имеем в конечном итоге? В целом, если вам не лениво собирать воду после мытья круп, фруктов, овощей, после варки всего этого и картофеля в том числе и спагетти и макароны любого типа. Все это не сделает плохо растениям и это точно. Более полезна вода из-под мытья и варки цельных круп. Это гречка, это конечно же цельная овсянка, не та, которую большинство из нас употребляет и конечно же рис в оболочке. Все это реально содержит очень много полезностей. Это реальное удобрение. Воды же после замачивания и мытья очищенных круп, после варки таких круп, макарон, картофеля без соли не навредят при правильном использовании. А что это значит правильное использование? Так как в основном они содержат очень много углеводов и крахмала, просто так поливать не стоит. Рекомендуется разбавлять как минимум раза в три и использовать не чаще раза в две-три недели. Излишняя органика просто в цветочных горшках может привести к тому, что там заведутся всякие любители покушать за наш счет, типа мушек. Поэтому нужно давать время, чтобы с крахмалом, скажем, расправились почвенные микроорганизмы. Это самая главная польза от такой подкормки. Развитая и сытая почва. Ну и конечно же в почве должны быть нужные микроорганизмы, которые эту органику должны перерабатывать не давая ее насекомым. Если сомневаетесь или был опыт по разведению мошек в цветочных горшках, используйте практически любые биопрепараты почвенных бактерий и грибов или просто дрожжей, чтобы вся органика пошла по нужному направлению. Ну с дрожжами тоже нужно быть аккуратными, потому что сами по себе они тоже являются хорошей пищей для тех же самых мошек. Более того, очень хороший рецепт подкормки для растений дали нам конечно же азиаты. Берем такую воду, после всего, что мы едим сами или готовим, на литр добавляем две-три столовых ложки обычного молока, еще лучше уже скисшего, ну или простокваши, если такая же уже у вас есть. Плотно закрываем, чтобы не было запаха и через пять дней разводим раз в пять и используем для полива любых растений. Полученная таким образом уже ферментированная вода будет содержать большое количество полезных и легкодоступных, главное, соединений. Все они будут образованы молочнокислыми бактериями. Этот рецепт очень хорошо известен именно в Азии. Если же у вас, конечно, переизбыток такой органики, скажем, вы каждый день намываете и навариваете таких вод, хранить их долго не следует. Самое лучшее решение, это лейте все в компост, там все полезности найдут лучшее применение. Лейте все туда, главное, и это должно быть конечно же без соли, и не забывайте, что неприятного запаха и насекомых можно избежать там, где вы однозначно используете еще и различные микроорганизмы. Ну, допустим, вот такие. Берите любые. Еще раз итог. В наших условиях любая полученная вода после использования для варки или мытья круп в первую очередь будет отличным кормом грибам и бактериям в почве. А они уже сделают наши растения здоровыми и помогут усваивать любые дополнительные удобрения. Да, подкормки такой водой не избавляют нас от внесения дополнительных минеральных удобрений. Они все еще будут нужны. Если остались какие-то пробелы в этой теме, жду ваших вопросов. Биология это наша жизнь. Ставьте лайки, чтобы больше людей смогло увидеть и узнать о бережливости. С вами был Сергей Жардецкий и про все полезное на канале Процветок. Процветания вам!